Киновселенная Марвел Она была изобретена на планете Центавра ее коренными жителями, яка это очень редкий элемент, который можно найти лишь там. Эти стрелы могут менять направление полета в ответ на свист высокой частоты, который могут воспроизводить некоторые центаврианцы. Однако в киновселенной Марвел Йонда управляется со стрелой не только с помощью свиста, ему также необходим церебральный планк на голове. Киновселенная Марвел Киновселенная Марвел Хела может создавать эти обсидиановые мечи, то есть состоящие из вулканического стекла обсидиана, прямо из своих рук в любой момент, чтобы сразить своих противников. Эти мечи прочнее и смертоноснее, чем обычные. При этом Хела может манипулировать их размерами и запускать мечи как дротики. И самое главное, они никогда не заканчиваются. Однако их оказалось недостаточно против огненного демона Суртура. На восьмом месте личное оружие Сьюи Вэньву – Десять колец, которые затем перешли к его сыну Шан-Чи. Их происхождение в киновселенной окутано тайной, но тысячи лет назад они были найдены Сьюи Вэньву и дали ему огромную силу с бессмертием. Вэньву использовал эту силу, чтобы собрать армию воинов под названием Десять колец и завоевать множество королевств. Десять колец наделяют своего пользователя по-другому. Повышенные прочностью и неуязвимостью. Они могут запускаться как снаряды и спускать энергетические взрывы и создавать поля. Могут управляться телепатически, чтобы использоваться в качестве платформ, помогающих их пользователям перемещаться по воздуху. На седьмом месте первое оружие Тора – Мьёльнер. Молот был создан из металла Уру гномами в Недовелире по просьбе Одина. Дополнительные чары, наложенные на него Одином, сделали его практически неразрушимым. Мьёльнером может владеть только тот, кого сам молот посчитает достойным. Плюс к этому Мьёльнер по призыву всегда прилетает к своему хозяину и не важно где он находится. Он позволяет проецировать мощные заряды энергии в виде молний, летать и даже создавать броню для своего хозяина. На шестом месте – Некромеч. Гор использовал его как своё главное оружие против богов. Меч наделял своего владельца силой и связывал его с миром тени. Оттуда убийца богов мог призывать многочисленных теневых монстров, а также магические щупальца оковы. Кроме того, с помощью меча Гор мгновенно перемещался из любой точки пространства в мир тени и наоборот. На пятом месте реликвия и мощнейшее оружие ледяных великанов – ледяной ларец или ларец вечных зим. Великаны использовали его, чтобы побеждать вражеские армии и захватывать целые миры. Ларец обладает неиссякаемой мощью и способен производить и выделять все виды ледяной энергии, которая может заморозить врагов, а также погрузить мир в ледниковый период. Позже он был захвачен асгарцами и помещен в хранилище Одина, прежде чем его украл Локи. На четвертом месте Гром Секера, которая пришла на смену Мьёльнира в руки Тора и имеет похожие возможности. Магический молот Топор также был выкован из уру в сердце умирающей звезды на Нидовелере. Он является куда более мощным оружием ближнего боя, чем Мьёльнир, так как имеет и лезвие, и молот, да и размеры его куда больше. Гром Секера также способна сосредоточить и усилить силы Тора, поражая противников мощной энергией. И в отличие от молота она способна создавать биврёст. Гром Секера настолько мощное оружие, что его даже не смогли остановить все Камни Бесконечности Таноса. На третьем месте главное оружие Одина в киновселенной Гунгнир. Гунгнир – мощное оружие, поскольку оно является символом власти. Мистическое копьё, выкованное из сильных асгардских металлов, обладает многими чарами, увеличивающими его силу. Гунгнир пронизан мощной формой энергии, подобной той, что используется в разрушителе, к которому копьё и привязано. Владелец копья не только может стрелять мощными и непрерывными лучами энергии, но и управлять гигантским стражем. В руках Одина Гунгнир был самым смертоносным оружием Асгарда. На втором месте древняя книга заклинаний и невыразимой силы Дарк Холд, или книга грехов. Она сделана из тёмной материи из измерения ада. Страницы Дарк Холда содержат ряд мощных заклинаний чёрной магии. Однако её влияние настолько велико, что многие, кто её читают, теряют свои души и становятся одержимыми богом чёрной магии Хтоном. Магические заклинания в Дарк Холде и непостижимы с точки зрения их силы, поскольку они потенциально могут влиять на время и пространство, и даже позволяют людям воздействовать на различные измерения. Ну и на первом месте, конечно же, Перчатка Бесконечности. Она была создана гномами и позволяет владельцу использовать и направлять силу сразу шести Камней Бесконечности. Киновселенная Марвел — это самое сильное оружие, которое при наличии всех камней позволяет делать со вселенной всё, что угодно. Например, убить половину её жителя одним щелчком пальцев, а потом снова всех воскресить. Однако выдержать посредствия её использования могут только сильнейшие существа, такие как, например, Танос или Халф. Продолжение следует... Продолжение следует...